Шалом! Вы смотрите новости на Первом Еврейском. Главное за 7 минут. В студии Анастасия Воронина. Сегодня выпускник. Точечные удары ЦАХАЛ ликвидировал несколько высокопоставленных боевиков. Преступная деятельность российские спецслужбы предотвратили теракт в московской синагоге. Престижная награда. Израильский математик стал лауреатом Нобелевской премии по информатике. Армия обороны Израиля продолжает действовать против Хамаса в центральной части сектора Газа. За минувшие сутки ВВС ЦАХАЛ атаковали более 60 целей в анклаве, включая подземные стартовые площадки, инфраструктуру и военные здания, где находились вооруженные боевики. Помимо этого, военнослужащие ликвидировали несколько высокопоставленных террористов, в числе которых Мухаммед Расул по прозвищу «Скала», состоящий в розыске в течение многих лет, и Радуан Радван, глава службы внутренней безопасности в районе Джибалии, среди прочего руководящий захватом грузовиков с гуманитарной помощью. Тем временем, Иран по-прежнему угрожает Израилю возмездием за смерть генерала Ксир в Дамаске. Сегеран отклонил просьбу посредников, которые просили его действовать сдержанно по отношению к еврейскому государству. Напомню, что иранские войска уже неделю находятся в состоянии повышенной боеготовности. Второй раз за последний месяц российские спецслужбы предотвратили теракт в одной синагог Москвы. При задержании подозреваемый уроженец Средней Азии оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем. В его квартире нашли готовое к применению самодельное взрывное устройство, а также взрывчатые вещества. Отмечается, что ранее он отбывал срок у себя на родине за преступления общеуголовного характера. Там познакомился с осужденными за участие в деятельности террористического характера и под их влиянием стал разделять идеологию запрещенной в России международной террористической организации. В Иерусалиме тысячи ультраортодоксов приняли участие в митинге против призыва в армию. Они собрались у столичного военкомата с плакатами, на которых было написано «Либо Хредим, либо армия. Я не сотрудничаю с законом об истреблении и никаких компромиссов и уступок». Демонстранты заявили, что не признают новые законы, которые обяжут ультраортодоксов, в том числе студентов Ешив, служить в израильской армии. Они также сравнили существующие партии Хредим с колбрационистами, которые в прошлом веке сдавали нацистам евреев. Напомню, что в правительстве обсуждают конкретные предложения по распространению воинской повинности. Речь может идти о наборе 25% Хредим призывного возраста на первом этапе. Израильский математик 67-летний профессор Авиа Викдерзон стал лауреатом премии Тьюринга, то есть Нобелевской премии по информатике, которой ежегодно присуждается Ассоциацией вычислительной техники. Он родился в Хайфе и получил степень бакалавра компьютерных наук в Технеоне, а после степень магистра и доктора в Принстоне, где работает и по сей день. Викдерзон опубликовал сотни статей, получил ряд наград и стипендий, включая премию Гёделя, Кнута и Абеля. В июне 2023 года профессор был удостоен звания почетного доктора Технеона за значительный вклад в теорию информатики и дискретную математику. Последнее завтра после шабата на Первом Еврейском выйдет очередной выпуск еженедельной программы под названием «Община». Ее ведущий Владимир Архирейский расскажет о жизни московской еврейской общины «Дом Давида». Наши сайты – это богатая коллекция информации о жизни еврейского народа, о его культуре и истории. stmeggi.com – новостные заметки, аналитические статьи и интервью. Наши корреспонденты собирают для вас все самое интересное об особенностях еврейской жизни во всем мире. На сайте базируется библиотека книг на джури, информация о мероприятиях международного отделения stmeggi.jr и многое другое. Субтитры создавал DimaTorzok